МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговые новости. В студии для вас работает Диас Махамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. Взрыв в одном из домов Караганды. Что это было? Детское рабство. Кто и зачем держал несовершеннолетних в заперти в области Улы-Тау? Зарплаты в 680 миллионов тенге. Как сотрудник сферы образования похищал государственные деньги в Алматинской области? В Алматы растет заболеваемость ОРВИ. Причем здесь коронавирус. Ответ специалистов в этом выпуске. Надежда против рака. Пятилетняя девочка из Астаны борется за жизнь. Как и чем помочь? Расскажем. Стали известны новые подробности взрыва в Караганде. Жильцы дома успели эвакуироваться за несколько секунд до ЧП. Об этом сообщили очевидцы. Ударная волна была такой силой, что превратила жилой объект в руины. В результате происшествия пострадали два человека. Их вытащили из-под завалов. Сейчас они находятся в больнице. Причину произошедшего устанавливают специалисты. Кто и как теперь поможет лишившимся крова людям, узнавала Адель Акжаркенова. Взрыв в частном доме прогремел сегодня около трёх часов утра. Под завалами оказались сразу две семьи. Иван Кириков, проживающий в одной из квартир, говорит, что пережил самое страшное событие в жизни. Мужчина едва не потерял жену и дочь, которые остались под обломками потолка и рухнувшими стенами. Взрыв, да, сильный был, хлопок резкий. Просыпаемся, на нас летят блоки, падает холод резкий, темно, пыль, дышать нечем. Блок придавило, кое-как вылез. Давай потом этого жену вытащил, потом дочку давай откапывать. Семья Кириковых совсем недавно расширила и отремонтировала квартиру. Без помощи властей сокрушается глава семейства. Они останутся на улице. Ночью был такой мощный хлопок. Увидели с женой, что соседский дом полностью разрушен. Мы думали, что там никто не выжил. Настолько сильный был взрыв. Боимся теперь. Недавно в Тимыртау был такой случай. А вот владелец квартиры, где и взорвался газовый баллон, находится в реанимации. Мужчину из разрушенного дома чудом вытащили прибывшие на место ЧП спасатели. По словам врачей, у пострадавшего обожжено 40% поверхности тела. Взрыв в двухквартирном доме произошёл без дальнейшего горения. По прибытии спасателей мы обнаружили хозяина квартиры под завалами. Провели спасательные работы. На счету была каждая секунда. Всего в ликвидации последствий взрыва задействовали 24 человека и 6 единиц техники. Пострадавшие сейчас временно живут в домах у родственников. В Акимате сообщили, что им выплатят единовременное пособие. Другой информации о помощи в местной администрации не предоставили. А в Астане во время пожара в многоэтажке погибла женщина. Как сообщили в городском департаменте ПУЧС, горела квартира на четвёртом этаже в микрорайоне Акбулак-3. Площадь возгорания составила примерно 20 квадратных метров. Причины происшествия устанавливаются. По прибытию огнеборцев установлено, что в квартире на четвёртом этаже происходит загорание домашних вещей и мебели на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара огнеборцами в квартире обнаружено тело женщины. Силами пожарных пожар ликвидирован в 16 часов 26 минут. Всего в тушение было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города Астаны. Ещё один крупный пожар произошёл в столице сегодня утром. Огонь охватил мебельный цех по улице Коктал. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожарные спасатели всё ещё работают над ликвидацией последствий ЧП. Билой угрожала расправой. В области Улатау расследуют резонансное дело о детском рабстве. Приёмную мать подозревают в истязании двух мальчиков и девочки, которых она взяла на патронатное воспитание несколько лет назад. О шокирующем преступлении стало известно после того, как дом, где должны были жить несовершеннолетние, посетили госорганы. Выяснилось, что женщина-опекун насильно удерживала детей на ферме в 20 километрах от Жесказгана. Их она заставляла ухаживать за хозяйствами и пасти скот. Подробности жуткой истории расскажет Аяулым Алтенбекова. Троих детей из одной семьи, девочку и двух мальчиков патронатные родители взяли на воспитание 4 года назад. Старше из них было 14, а младшему – 8. Все эти годы невольники жили на ферме в 20 километрах от города. А в качестве оплаты за так называемый кровь детей принуждали круглый год содержать лошадей и коров. Измученных и израненных сирот во время рейда случайно обнаружили сотрудники службы опеки. Рейды проводятся два раза в год. Ранее при посещении этой семьи никаких подозрений не возникало. В ходе очередной проверки социальный педагог школы, специалисты, методисты отдела образования, ответственные за вопросы опеки и попечительства, детей дома не застали. На следующий день в семью были направлены сотрудники прокуратуры и полиции. Мобильная группа установила, что дети находились на зимовке, где их в каникулы и на выходных заставляли ухаживать за скотом. Они стоят в очереди на жильё. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку детям. Приёмная мать тем временем регулярно получала пособия на детей. А вот занятия в школе и колледже дети практически не посещали. О нарушениях со стороны органов опеки они, конечно, очевидны. Согласно положению о патронатном воспитании, который был утверждён приказом номер 14 от 16 января 2015 года, дети, которые находятся на патронатном воспитании, должны находиться под постоянным контролем. И органы опеки не реже одного раза в шесть месяцев должны проверять условия содержания данных детей в семьях. По словам детей, женщина угрожала им регулярно не только побоями, но и расправой. А совсем недавно женщина пыталась взять под крыло ещё несколько воспитанников из детдома. Но выяснились ужасные подробности. В полиции по факту завели уголовное дело. Сотрудниками ювенальной полиции, органами опеки и прокуратуры в ходе проверки детей, находящихся под патронатством, было установлено, что 55-летняя жительница города Чизгазган на протяжении продолжительного времени избивала и использовала физический труд патронатных детей. По данному факту начато досудебное расследование. Сейчас пострадавшие находятся в Центре поддержки детей. Там им оказывают психологическую помощь. Старшей девочке исполнилось 19 лет. Она отучилась в колледже на повара. Средний ребёнок тоже учится в колледже, а их младший братик в школе. В администрации Центра отмечают, что дети чувствуют себя хорошо. В данное время с детьми работают педагоги, психологи. Дети себя чувствуют хорошо. Быстро нашли общий язык с нашими воспитанниками. Вместе играют, вместе выполняют домашние задания. Соблюдаются все права детей. В дальнейшем старшие девочки помогут найти работу и оформить опеку над младшими братьями. Решится и вопрос о выделении им жилья. 680 миллионов тенге в ещё не такой крупной суммы заподозрили главу отдела образования Ильийского района Алматинской области. Об этом сегодня заявили в антикоррупционной службе. По данным следствия, подозреваемая действовала в сговоре с группой лиц. По задуманной схеме, средства начислялись в виде зарплаты псевдосотрудникам, которые по факту не работали в средних школах района. К тому же, задержанный сумел эффективно трудоустроить своего водителя в школу-гимназию на должность профориентатора. За что он в общей сложности незаконно получил почти 5 миллионов тенге. С санкций суда женщину арестовали. Между тем, в области Ул-Этау бывший директор социального дума украл у пенсионеров 32 миллиона тенге. По данным АФМ, она обманным путём присваивала пенсии и пособия 29 недееспособных постояльцев, инвалидов 1-й и 2-й групп. Помимо этого, оформляя фиктивные документы, похитила из госбюджета ещё 12 миллионов тенге. В ходе судебного расследования и в суде экс-руководитель социального учреждения признала вину и полностью возместила причинённый ущерб государству и престарелым лицам на сумму более 44 миллионов тенге. Приговором суда она признана виновной с назначением ей наказания в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе в государственных органах и ведомствах. Вы смотрите новости и вот что вас ждёт во второй части выпуска. В Алматы растёт заболеваемость ОРВИ. Причём здесь коронавирус. Ответ специалистов в этом выпуске. Надежда против рака. Пятилетняя девочка из Астаны борется за жизнь. Как и чем помочь? Расскажем. Казахстанские спортсмены завоевали 19 лицензий для участия в Олимпиаде в Париже. Каковы шансы на победы? Вы смотрите новости. Мы продолжаем. В Павлодарской области закрывают одно из крупнейших в стране золото добывающих предприятий. Как сообщили в Майкаин золото, в резерве исчерпанные запасы золотой руды. По данным специалистов, на месторождении остается более миллиона тонн сырья, запасов которого хватило бы на ближайшие 6 лет. Однако сейчас драгоценный металл добыче не подлежит. Тем временем из-за вынужденного простоя свыше 150 работников предприятия отправили в отпуск. Им выплачивают лишь половину зарплаты. Под вопросом дальнейшая трудовая деятельность почти тысячи сотрудников компании. Ориентировочно планируется переостановка 22-23 февраля. При этом заработная плата работникам также будет выплачиваться 50% как вынужденный простой по вине работодателя. Полное высвобождение работников не планируется. Работы с 1 апреля 2024 года работодатель планирует возобновить. В Жамбулской области в эти выходные из снежного плена вызвали 36 человек и 9 автомобилей. Для этого в Хурдайском районе развернули целую спасательную операцию. Выехавших, несмотря на предупреждение о непогоде, людей искали 16 сотрудников областного ДЧС. В масштабных работах также задействовали технику. Для приема застрявших в непогоду водителей и пассажиров на местах организовали пункты обогрева и горячее питание. Несмотря на то, что сейчас дороги в регионе открыты для всех видов транспорта, спасатели призывают жителей следить за погодными условиями и не игнорировать смс-рассылки ДЧС об ожидающихся метелях и гололюде. А вот выехавших, несмотря на штормовой предупреждение водителей, привлекают к административной ответственности, напомнили в ведомстве. Сейчас у нас практикуется то, что с сотрудниками полиции составляется административный протокол. За эти два дня было составлено пять административных протоколов, которые будут направлены в административный суд для наложения административного штрафа в количестве 30 МРП. Число заболевших корью резко возросло в Североказахстанской области. За полтора месяца в регионе выявили 171 случай. Это при том, что за аналогичный период прошлого года пациентов с таким диагнозом не зарегистрировано. Большинство инфицированных – дети разных возрастов. За эпидситуацией в регионе следит Нургуль Алина. Большую половину из общего числа заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Высокий показатель заражения отмечается и среди подростков. Кольственные эпидемиологи выявили во многих учебных заведениях – детсадах, школах, колледжах, университете, в Академии Нацгвардии. Однако карантин пока вводить не стали. Общественность беспокоена, что число инфицированных продолжает расти. Ситуация нестабильна. Многие дети болеют корью. Я когда хожу в садик, вижу, что много детей болеют. И в школу, когда детей вожу, вижу, что очень много заболеваний корью. Я своих детей уже привила и думаю, что они больше не будут болеть. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 412 подтвержденных случаев кори. Из них 171 выявили с начала года. Большинство пациентов – жители Петропавловска. Лечение в стационарах прошли больше 300 человек. Но заболевшие продолжают поступать. На сегодняшний день стационарное лечение получает 9 человек. На амбулаторном лечении 17 человек. Из них 10 детей и одна беременная женщина. В реанимации пациентов нет. На сегодняшний день открыто 181 койко-мест в стационарах. В целях стабилизации эпидситуации проводится работа по иммунизации населения. В области действуют 95 передвижных прививочных пунктов. Всего их в СКО около 300. Специалисты отмечают, что 85% всех инфицированных непривитые. В ходе дополнительной массовой иммунизации против кори в области привито 74,9% или 19 688 человек. В ходе наверстывающей иммунизации, то есть 6 ноября, привито 2588 человек или 47,6%. В области сейчас имеется порядка 28 тысяч доз вакцины против кори. Объем выделенных средств на дополнительную массовую иммунизацию достиг 92 миллионов тенге. Нургуль Алина, Сарль Булантин, канал Алматы, Североказахстанская область. Эпидситуация по коронавирусу в Алматы стабильная. Однако среди горожан наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Управлении общественного здравоохранения. Только за неделю в мегаполисе зарегистрировали больше 19 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции. Количество инфицированных коронавирусом с начала года составило чуть больше 200. Насколько схожи симптомы этих заболеваний, об этом и не только, спросим у врача общей практики 36-й поликлиники Равана Нуркенова. Здравствуйте. Правда ли то, что симптомы ковида и ОРВИ схожи? И какова ситуация на сегодня? Добрый вечер. На текущий день ситуация с ковидом более стабильная, чем в прошлом году. На сегодняшний день отмечается повышение заболеваемости по ОРВИ. То есть там могут быть похожие симптоматики с ковидом. Но единственный момент исключения – это инкубационный период. Основное – это то, что мы берем в заметку. Инкубационный период у ковида до 21 дня. То есть, соответственно, пациенты заболевают в течение долгого времени. И симптоматики могут продолжаться дольше, чем при ОРВИ. То есть, это может быть катаральная симптоматика, схожая лихорадка до субфибрильных температур, то есть это 38-39. Озноб, головные боли, потовыделение, гипертермальность и, соответственно, слабость. Все это может быть основой для и ОРВИ, и ковида-19. Но на данный момент ситуация, когда регистрируется ковид-19 положительная, гораздо меньше, нежели в прошлом году. Сейчас больше фиксируется в течение ОРВИ, в осложнении эпицитуации по ОРВИ. То есть, это может быть связано с погодными условиями, соответственно, с тем, что население перестало в большей мере использовать маски, следовать правилам личной гигиены. Ну и, соответственно, в местах массового сбора эти моменты сильно не контролируются. А людей вакцинируют от ковида? И вообще нужно ли это сейчас? В целом, вакцинация от ковида очень положительно сказывается на эпицитуации. То есть, мы знаем, что полтора-два года назад начали массовую вакцинацию от ковида. То есть, на текущий момент мы уже изредка фиксируем пациентоположительные случаи, то есть, лабораторно подтвержденные случаи ковида. Тем самым, можно сказать, что вакцина очень даже положительно повлияла на эпицитуацию. На текущий день вакцинация проводится только по собственным желаниям. То есть, те первые потоки, которые добровольно люди вакцинировались, проводили повторный курс вакцинации, проводили ревакцинацию. Эти все моменты пошли на пользу для населения, ну и, соответственно, для улучшения эпицитуации по ковиду. Спасибо. С нами на прямой связи был врач общей практики Раван Нуркенов. Он рассказал о симптомах ковида и ОРВИ. А мы продолжаем. Пятилетней медине Хафиза из октал нужна срочная помощь. Девочка вот уже третий год борется с раком. За это время она пережила сложнейшие операции, несколько курсов химио- и радиотерапии. Однако вылечить малышку в Казахстане пока не могут. Последняя надежда на выздоровление клиника в США. Всего нужно 500 тысяч долларов. Ее родители уже открыли сбор средств. В тяжелую историю девочки с сильным духом окунулась Даля Насипова. А ты будешь вот так. Укью. А это кто будет? Мама. Танцы, пение, рисование. То, что сейчас помогает медине не пасть духом перед нещадной болезнью. С коварным раком за право жить девочка борется вот уже третий год. За это время она перенесла операции, посетила сеансы химио- и радиотерапии. По словам 35-летней Морал, ее дочь родилась здоровой. Ходила в садик. Потом на руке малышки появились уплотнения. Оказалось, что это опухоль злокачественная. Клинический диагноз. У нее рапдомия саркома. Эмбриональный вариант. Сейчас, наверное, уже последняя стадия. Так как у нас статус палеотивный. Палеотивно, как вы знаете, это чтобы меньше было боли. Чтобы по возможности продлить ее жизнь. Такое мы сейчас лечение принимаем. Шансы на выздоровление малышки есть. Ребенка готовы обследовать в Хьюстонской клинике США. Ранее там, по словам Морал Хафиз, вылечили еще одну девочку из Казахстана. Но для поездки и лечения, по самым скромным подсчетам, нужно 500 тысяч долларов. Все имущество, которое было, семья продала. После чего обратилась в фонд «Казахстан-Халкна». Мы обратились в фонд «Казахстан-Халкна». Нам сказали предоставить справку от врачей, что вылечить мою дочь в Казахстане не смогут. И только после этого рассмотрят нашу заявку. Мы взяли эту справку, но помощи от них пока нет. Даже если 1% шанса, мы хотим все это использовать. В случае, если будет лечение, нам сказали, семья, которая лечилась, они сказали, минимум 500 тысяч долларов будет. Где-то 90 тысяч долларов мы уже собрали. Если будет лечение, то оставшуюся сумму нужно будет собрать. Родители открыли сбор денег на лечение дочери. На днях семья должна получить визу в США. На 4 марта назначена встреча с американским врачом. Помочь маленькой Медине может каждая. Связаться с ее родителями можно по указанному на экране номеру. Далее Насипова, Нурлан Утигенов, телеканал Алматы, Астана. В ближайшие недели почти 140 казахстанских военнослужащих самостоятельно отправятся с миротворческой миссией на голландские высоты. Они под эгидой ООН в течение года будут следить за обстановкой в регионе. Перед отправкой офицеры и сержанты изучали задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию и обезвреживанию взрывных устройств, а также оказанию помощи и эвакуации. В этом убедилась моя коллега Аида Иманали. Впервые в истории страны казахстанский контингент из 139 человек примет самостоятельное участие в миротворческой операции ООН. В числе военнослужащих 7 женщин. Вместе они отправятся в район голландских высот, так называя территорию на Ближнем Востоке, большую часть которой контролирует Израиль, а оставшуюся – Сирия. Это исторический момент. Первый раз в жизни мы отправляем контингент с вооружением, техникой и амундированием. Это очень комплексная подготовка, очень сложный этап. И 90% всей игры сложности – это целовое логистическое обеспечение. Миротворцы будут служить по ротации. Военнослужащим в течение года предстоит выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между участниками конфликта, а также мониторить израильское и сирийское военное присутствие в регионе. Задачей инженерно-саперного взвода является именно Миротворский контингент – это обезврежение взрывоопасных предметов любого вида. Количество – 10 человек. Из них два инженерно-саперного группы. Первый – это командир группы, второй – это старший сапер. И два сапера, и водитель входит на одну группу. Перед убытым военнослужащие прошли шестимесячную подготовку, включающую в себя комплекс дисциплин теоретических и практических занятий. Сейчас они демонстрируют действия, направленные на выучку личного состава к выполнению задач в ходе миротворческой миссии. Военнослужащие проходили тщательный отбор. Личный состав прошел обучение английскому языку и правилам применения силы. Офицеры и сержанты на практике отработали задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию, обезвреживанию взрывных устройств, оказанию помощи и эвакуации. Мы проходили такую подготовку, как слаживание контингента, тактическая подготовка, оказание первой помощи на поле боя. В составе контингента имеются семь женщин-военнослужащих. Они работают на разных должностях. Двое из них – повара, одна из них – снайпер и четверо – медицинских работника. Казахстанский контингент оснащен современными образцами вооружения и военной техники, которые соответствуют стандартам ООН. Военнослужащие укомплектованы бронированными колесными машинами «Орлан», оснащенными боевыми модулями и необходимым оборудованием жизнеобеспечения. Аида Иманалих, Ангельда Хмедханов, телеканал Алматы. И о спорте. Казахстан завоевал 19 лицензий для участия в летних олимпийских играх в Париже. На главных стартах четырехлетия наши атлеты гарантированно выступят в восьми видах спорта. Однако остальным претендентам на места в сборной предстоит большая работа. На кону путевки 69 лицензионных соревнований. Теперь лучшим из лучших предстоит борьба за рейтинговые очки для участия в мировом первенстве. Как проходит подготовка наших спортсменов к Олимпиаде, одна из первых увидела Мира Альжанова. До начала летней Олимпиады в Париже осталось чуть больше пяти месяцев. В этом году за медалью поборются порядка 10 тысяч спортсменов из более чем 200 стран мира. Мировое первенство обещает быть незабываемым. В этот раз церемония открытия состоится не на стадионе, а вдоль реки Сены на севере Франции. Казахстанские атлеты планируют завоевать в общей сложности порядка 100 лицензий по 20 видам спорта. Сейчас наша страна имеет 19 лицензий по 8 видам спорта. Помогать в борьбе за победу, как оказалось, могут и легионеры. Легионеры, согласно законодательству, должны пройти все процедуры, чтобы получить гражданство Республики Казахстан. Потом они два года должны отсидеть на карантине у нас. Соответственно, выиграть чемпионат Казахстана, далее участвовать на лицензионных турнирах от имени сборной Казахстана, получить лицензию и потом только могут участвовать на Олимпийских играх в Париже. Поэтому не бывает такого, чтобы мы пригласили со стороны какого-то спортсмена и сразу отправили его на Олимпиаду. На предстоящих Олимпийских играх нашу страну представят боксеры, борцы, велогонщики, гимнасты и лучники. Золото в копилку сборной могут принести борцы, уверены казахстанские эксперты. Однако, по их мнению, подготовка к соревнованиям у казахстанских спортсменов пока недостаточная. Им необходима чёткая и сформированная система тренировок. Как отметил спортивный журналист Аслан Каженов, отсутствуют хорошие спортсмены и в резерве. Средств на развитие казахстанского спорта выделяется много. В сентябре-октябре прошли азиатские игры. Они оказались провальными для Казахстана. После этого президент дал поручение объединить усилия Олимпийскому комитету, федерации и министерству. Однако, до сих пор нет единства. Между тем, олимпийская форма для казахстанских спортсменов пока не готова. Скоро Минтуризма представит необходимые требования по дизайну и качеству материала. Затем будет объявлен открытый конкурс на паши формы. Самый ошеломительный успех казахстанские спортсмены показали 8 лет назад на Олимпиаде в Рио. Тогда атлета завоевали 17 медалей. Это рекордное количество в истории участия нашей страны в таких первенствах. Остается надеяться, что на предстоящих соревнованиях наша национальная сборная произведет фурор. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин